Всем привет! Вы на канале Аида Москва. Прежде всего хочу попросить у вас огромного прощения за то, что так долго не выкладывала свои видео на свой канал. Потому что я проходила лечение в реабилитационном центре Царицыно. Как вы знаете, было очень много процедур, много лечения, поэтому я не успевала выкладывать свои видео. 26 апреля 2019 года я выписалась из Царицыно, прошла полный курс реабилитации. В следующем году я поступлю в феврале месяце 2020 года. Хотя ходят слухи, что могут быть всякие изменения. Вот, поэтому я не знаю, что будет. Вы только не пугайтесь, что у меня разный цвет глаз на видео, потому что у меня слева падает свет, а тут темно. У меня глаза меняют свой цвет в зависимости от освещения. Поэтому у меня получилось, что правый глаз у меня как будто бы голубой, а левый глаз как будто бы серый. Хотя на самом деле они вообще зелёные. Да, смешно получилось. Вот. Ну, это самое. Вот я хочу сказать, что, ну, особо распространяться не буду, потому что всё-таки это моё личное. Ну, скажем так, так сложились обстоятельства, что наши пути с моим молодым человеком, к сожалению, разошлись. На данный момент мы уже не вместе. Вот. Ну, опять же, какие-то подробности я рассказывать, в принципе, не хочу. Вот лучше буду сидеть так, чтобы оба глаза были серы. Вот. Ну, прежде всего хочу поздравить вас с Днём Великой Победы. Вот. Пожелать вам всем мирного неба над головой. Пожелать нам всем, чтобы мы никогда не узнали, что такое война. В Великой Отечественной войне воевал мой прадедушка, дедушка Миша, отчим моей мамы получил... Нет. Ну да, отчим моей мамы... Нет, даже не так. Не родной дедушка моей мамы. Вот. Отчим дедушка. Хотя так не говорят, но ладно. Вот. На данный момент я веду более или менее активный образ жизни. Опять этот глаз стал голубой. Я же вам говорила в одном из своих видео, что мои глаза очень часто меняют цвет. Вот, пожалуйста, посмотрите. Этот глаз серый, а этот глаз голубой. Я даже сама, я даже сама как-то не обращала внимания, что у меня даже бывают разные глаза. Офигеть. Вот. В общем, короче, сейчас я езжу во всякие мероприятия. Я вступила в команду одного парня. Вот. Он нас как бы приглашает на различные мероприятия. То мы ходим в кино, то мы ходим там... Всё куда-то. Но пока что я только недавно в этой команде, я успела всего лишь один раз сходить с ними на это самое, в цирк, на представление, которое называлось это «Люди обмана» в цирке чудес. Представление было очень интересное на самом деле. Были фокусы, были всякие танцы. Мне фокусы очень понравились. Кому интересно, наберите в интернете «Иллюзия обмана» «Цирк чудес». Вот. Ну, а так у меня, в принципе, всё по-старому. Ну, вот, сейчас я... Сегодня я никуда не пойду, потому что практически весь центр Москвы перекрыт. Везде парады, везде народ. Я, честно говоря, боюсь выходить гулять куда-то в метро, в транспорт, когда вот проходят какие-то вот массовые мероприятия. Недавно я прочитала новость в интернете, от которой, честно говоря, была в шоке. Оказывается, вчера, 8 мая, на станции Арбатская упал человек прямо на рельсы. И я не знаю, я не могу сказать, по какой причине, либо он упал, либо он был пьяный, либо он специально хотел упасть, чтобы распрощаться со своей жизнью. Ну, это самое, но... Ну, так сложилось, что он упал. И... Ну, он остался жив. Его успели спасти. Как бы, выключили полностью электроснабжение на 7 минут. Вот. Так что, еще раз хочу всех вас поздравить с 9 мая. Сказать огромное спасибо нашим дедам, нашим прадедам, нашим бабушкам, нашим прабабушкам. За мирное небо над нашей головой. Сейчас, конечно, тоже идут разные войны, разные стычки. На Украине неспокойно. Наверное, в Чечне, наверное, тоже не до конца спокойно. Ну, я не знаю. Ну, войны по-любому и сейчас идут. Вы знаете, я недавно была на концерте. И там, это... У нас в больнице концерт на 9 мая был очень рано. Потому что те, кто выступал, они не могли... Они не могли дать концерт, ну, как бы, к 9 мая они дали намного раньше. Ну, неважно. Факт в том, что концерт был посвящен именно вот 9 мая. И вот, значит, там одна женщина рассказала очень красивую историю. Оказывается, раньше женщина одевала платок. И когда женщина этот платок снимала и кидала его на землю, это означало конец войны. То есть, ну, есть такая, я не знаю, то ли это история, то ли это притча, то ли это легенда. Не знаю. И вот, когда она кидала платок, то война прекращалась. И вот люди придумали такую штуку, что если взять платки всех женщин на земле, и если связать их между собой, и длина вот этой вот, вот этой платочной вот этой штуки будет равна, будет равна длине экватора, то войны закончатся. Давайте задумаемся о том, что война, это, конечно, ужасно. Я хочу пожелать всем нам, чтобы однажды наступил такой день, чтобы не было вообще войн. Ни гражданских, никаких. Я хочу, чтобы не было войны у нас на земле. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. С вами была Аида Москва. До новых встреч в эфире.